Накануне беды В кругу волжских бардов хорошо известно творчество Андрея Рускова, или, как называли его друзья, Никенчай. Несколько лет назад Андрей трагически погиб. В память о нем уже третий год подряд собираются динамышленники и почитатели его таланта. Он был яркой и неординарной личностью. И стихи-то он начал писать наоборот. Обычно как? Начинают писать стихи, потом начинают поступать, допустим, в литературный институт куда-то, изучают теорию, да? Ну, такой стандартный был. У него было все наоборот. Друг Андрея смонтировал небольшой фильм о его жизни. Может быть, мы слишком рано встретились? Впрочем, рань, конечно, ни при чем. Волоса ты нищий, неухоженный, незамечен к бизнесу талант. Служит где-то бездипломным сторожем, да еще к тому хуже музыкант. Он был из тех, кто никогда не стал бы чиновником, потому что такие, как он, не прогибаются. Если бы я писал, я бы писал именно так. То есть мне очень нравится. Я пишу тоже, но у меня по-своему, но мне очень понравилось. То есть как будто сказано моими словами. Не думай, пацан, за тебя и за мной. Зачем тебе жить? Ты когда умирай? В тебе остается всего лишь одно. Все делать, как скажут, и век для ждать. Армейский рок-н-ролл. В этом месте, по приволе. Армейский рок-н-ролл. Два, три, четыре. Армейский рок-н-ролл. Армейский рок-н-ролл. Армейский! Армейский рок-н-ролл. 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 Продолжение следует...